А в это время в городе Чунцин, что в Китае, установили совершенно революционные клозеты типа сортир. Ну вот умеют в Китае жить да радоваться. Самое необычное, так сказать, не столь удаленное место возвели в ранг настоящего искусства. Общественные туалеты, находившиеся в самом центре города, выполнены в стиле великого испанского архитектора Антонио Гауди. Туалет окружен деревьями, впрочем, некоторые растут через саму конструкцию. Ну могут же! А мы устраиваем скандал из-за невыкинутой втулки от туалетной бумаги, кипа журналов. Решено! Начинаем видеть красоту во всем и везде. А героям наши следующие истории не до красоты. Им бы отдохнуть! Вот вам подборочка фотографий, которые лучше всяких слов докажут. Отдых необходим всем. Иначе что-то пойдет не так. И мало того, что этим невыспавшимся влетит, так и наша с вами жизнь существенно пострадает. А страдать, ну, совсем не входит в наши планы. Итак, на ближайшие выходные держим курс на полноценный и счастливый отдых, чтобы на следующей неделе сделать работу над ошибками. Ну, если где-то напортачили, невзначай. Впрочем, даже если что-то пошло не так, Хелен Мелдаль, молодая норвежская художница, уже давно доказала. Все можно очень просто исправить. Для этого ей всего нужны акриловые краски, маркеры и фломастеры. Всем этим арсеналом она рисует на зеркале в ванной сложные и яркие тематические композиции. И потом ловко встраивает себя в эту зеркальную реальность. Обычно даже ухитряется скрыть айфон, который держит в руке. У ее аккаунта в Инстаграме сотни подписчиков. И все потому, что жизнь изменить хотят все, просто не знают как. Ну, теперь-то все?